Хорошо, мы будем делать два мужа. Давайте скажем, что я такая обычная домохозяйка из Гуанчжоу. Я работаю каждый день. Каждое утро мне необходимо отводить детей в школу. Я работаю целый день, очень устаю. К вечеру после работы мне необходимо сходить в магазин и купить продукты, забрать детей со школы. Вернувшись домой, еще раз приготовить еду, абсолютно уставшая и вымотанная. Это тяжело. И вот давайте скажем, я просто домохозяйка. Я работаю весь день. Ну, давайте в четверг, допустим. Я работала целый день. Потом я ухожу с работы, чтобы забрать своих детей со школы. И подбегает ко мне босс и говорит, «Эй, ты что, домой ходишь?» «Да». «Но не забудь». «Что?» «Завтра». «Утром». «Особенная телефонная конференция». У нас будут все международные офисы на этом созвоне. «Поэтому ты должна прийти на один час раньше». «Не в девять часов». «Приходи в восемь». «Слушай меня». «Ты все поняла?» «Что означает «ты поняла»?» «Если ты опоздаешь, я уволю тебя». «Ты поняла?» «Это значит, что я уволю тебя, если ты опоздаешь». Поняла? «Да, да, поняла». И эта мама идет домой. Очень важно повстречаться со своими детьми. «Вот, вы, ребята, будете моими детьми». «Будете моими детьми?» «Хорошо, это будут две мои девочки». «И, конечно, я им должна рассказать о своем новом плане на завтрашний день». «Послушайте, дети». «Мамин босс, он меня просто уволит завтра». «Мне нужно прийти на один час раньше». «Не к девяти». «К восьми». «Он сказал, ты поняла?» «Иначе он уволит меня». «Так что завтра мы пойдем в школу». «На час раньше». «Вы должны помочь своей маме». «Пожалуйста». «Вы должны одеться». «Обуться». «Приготовить свою домашнюю работу». «Вы должны быть готовы к семи часам». «Хорошо?» «Да». «О, вы такие классные дети». «Я так горжусь вами». «У меня просто самый лучший день». «На следующее утро». «Семь часов утра». «Я открываю дверь». «Что?» «Что?» «Что вы делаете?» «Вы должны быть одеты и обуты». «А вы еще в пижамах». «Где?» «Что?» «О боже». «Теперь маму уволят». «Вы глупые, тупые дети». «Хорошо». «Почему эти ребята плачут?» «Потому что они услышали от мамы плохие слова». «Кто-нибудь еще слышал плохие слова от кого-то?» «Да». «Кто?» «Мама слышала». «Смотрите». «Ты». «Мы тупые дети». «Гуанчжо». «Каждое слово создало отпечаток в сознании мамы». «После двух часов» «Это становится семенем». «Она посадила много семян». «Много плохих семян». «Затем они едут в школу». «Потом бежит на работу». «Немножко опоздала». «Сказала боссу, что был ужасный трафик, что была пробка». «Ну, все вроде ничего». «На следующей неделе». «На следующей неделе» «Она приходит домой». «Это был вторник». «Она сходила в магазин». «Закупилась продуктами». «Забрала детей со школы». «Заходит домой». «Абсолютно уставшая». «И идет разговаривать со своим другом по телефону». «Я так устала». «У меня такая тяжелая работа». «Я купила продукты». «Забрала этих детей со школы». «Такая сложная жизнь». «Но еще надо приготовить ужин». «Но есть одна хорошая вещь». «Какая?» «Муж». «У него лучшие объятия во всем мире». «Он самый лучший обнимальщик во всем мире». «Давай я покажу тебе». «Дорогой!» «Я дома». «Я готова». «Ты дура». «Что?» «Он назвал меня дурой». «Но я же ничего не сделала». «Я ничего такого не сказала». «Я просто открыл эту дверь». «Ты дура». «Он сказал, что я дура». «Я ничего не сделала». «Это правда?» «Это правда?» «Правда, что она ничего не сделала?» «То есть она ничего не сделала, да?» «Да, она на прошлой неделе накричала на своих детей». «Она посадила семя». «Хорошо?» «Теперь дайте мне ответ. «Не засыпайте». «У меня тоже есть джет-лэг». «Я пришла домой». «Я ничего не сделала». «Он просто начал кричать на меня». «Я ничего не сделала». «Вы кое-что сделали». «Что?» «Вы посадили это семя на прошлой неделе». «Посмотрите прошлую неделю». «Дорогой, я дома». «Дура». «Оно раскрывается, смотрите, оно раскрывается». «Дорогой, я дома». «Дура». «Так же, как и ручка». «Оно исходит из меня». «Вы поняли?» «Хорошо?» «Из меня». «Это вся проблема». «Моя проблема». «Моя вина». «Теперь...» «Я очень удивлен вами, ребята». «Очень даже странно». «Никто не спросил меня». «Гешела». «Гешела». «Почему два мужа?» «Никто не спросил меня». «Я вообще-то полагал, что вы спросите меня». «Почему два мужа?» «Оу». «Давайте, давайте». «Дайте-ка мне объяснить сейчас». «Теперь слушайте». «Почему я говорю про двух мужей?» «Этот муж...» «Он исходит из меня». «Из моих семян». «Как эта ручка». «Мы можем назвать его мистер Ручка». «Вот, он исходит из меня». «Этот муж». «Да, мистер Ручка». «Мистер Ручка». «Мистер Ручка». «А вот этот...» «Вот этот...» «Как его зовут?» «Я ничего не сделала». «Он просто на меня кричал». «Его зовут...» «Как?» «Мистер...» «Я ничего не сделала». «Он просто накричал на меня». «Я просто открыл эту дверь». «Сколько раз вы это говорите в своей жизни?» «Я ничего не сделала». «Он просто накричал на меня». «Вот этот вот...» «Мистер...» «Я ничего не сделала». «А вот этот...» «Мистер Ручка», «Который исходит из меня». «Теперь...» «Важный вопрос». «Готовы?» «Один из этих мужей...» «На самом деле существует». «Один из этих мужей...» «Не существует». «Не может существовать». «Хорошо. «Вот этот...» «Мистер Ручка». «Он существует или нет?» «Да, существует». «Он настоящий». «Это исходит из меня». «Но вот этот...» «Не настоящий муж». «Я ничего не сделала». «Вот его не существует». «Понимаете?» «Вот этот вот...» «Он не исходит из семян». «Он не то, что мы называем Ручкой». «Вот этот муж...» «Это невозможно». «Почему?» «Потому что все исходит из себя. «Все исходит из семян». «Если одна вещь исходит из семян...» «То все исходит из семян». «Понимаете?» «Вот этот...» «Ненастоящий». «Он не исходит из меня». «Вот этот...» «Настоящий муж...» «Он как ручка. «Исходит из меня». «Теперь...» Большой, большой, большой вопрос. Большой вопрос. Когда вы становитесь очень злым, очень злым на кухне, на какого мужа вы злитесь? На этого? Почему? Послушайте, вы можете злиться на этого. Почему? Это исходит из вас. Вы его создали. Понятно? Вы не можете разозлиться на него, если вы понимаете, что он исходит из вас. Вы не можете просто разозлиться. Это ваша проблема, понимаете? Не надо злиться, он ничего не сделал. Он самый обычный, типичный муж. Мы можем сказать, он ничего не сделал. Неважно. Это исходит из меня. Я понимаю, конечно. Я не могу разозлиться на него. А вот этот вот. Я ничего не сделала! Он просто норал на меня. Теперь смотрите. Если вы сфокусируетесь на этом уже. Дорогой, я дома. Ты дура. Вот теперь, когда я на этого смотрю, я ничего не сделала! Я не дура, ты дурак. Ты дурак. Понимаете? Теперь следующий. Дура. Хорошо. Хорошо. Теперь. Следующий вопрос. Когда ваш муж скажет, что вы дура. Как доказать, что он действительно прав? Что вы действительно глупые? Как это доказать? Смотрите, смотрите. Готовы? Я дома. Ты дура. Я не дура, ты дурак. Вы сейчас доказали это. Что вы и есть дура. Настоящая дурочка. Вы просто доказали это. Почему? Потому что вы дали ему ответ. Вы дали ему ответ. Теперь, что случится на следующей неделе? Теперь у меня есть опять плохое семя. Смотрите еще раз, я покажу. Если бы я ему сейчас ответила, я не дура, ты дурак. Привет, дети. Мама дома. Как вы? Как ваши дела? Они дерутся. Почему? Потому что у меня плохое семя. Кто посадил это семя? Я посадил. Где? Когда был на кухне. Давайте все обратно пройдем заново. Вы самые глупые дети в Гуанчжоу. Дорогой. Я дома. Ты дура. Ты дурак. Нет, ты дура. Нет, ты дурак. Дети. Вы опять деретесь. Вы самые тупые дети в Гуанчжоу. Милый, я дома. Дура. Дура. Тупые дети. Дура. Тупые дети. Дурак. Такое колесо жизни. Постоянно. В Гуанчжоу. В Гуанчжоу. Всю жизнь мы проводим именно так. Вы разозлились на мужа. Ты дурак. Посадили семя. На следующей неделе дети опять плохо себя ведут. Это колесо жизни. Сансара. Кто это создает? Вы это делаете. Теперь очень важно. Все, чему я обучался прошлые 9 лет, я расскажу вам за 5 минут. Я расскажу две самые важные вещи в мире. Номер один. Ручка. Номер два. Пустота. Они братья. Вы можете использовать свой телефон. Ручка. Пустота. Никогда карма не бывает без пустоты. Это две стороны одного и того же. Они всегда идут вместе. Где карма? Она в этой семье на кухне. Вот так крутится. Вот она, карма, карма. Вот она всегда возвращается. Теперь. Сто долларов. Где пустота на кухне? Где пустота на кухне? Где пустота на кухне? Джо спросил. Гешел спрашивает, где пустота на кухне? Гешел спрашивает, где пустота на кухне? Окей. Что пустота? И что карма? Кто пустота? Джейми пустота. Почему его нету? Почему его нету? Его не существует. Я ничего не сделал. Нету этого мужа ни на одной кухне мира, который говорит, я ничего не сделал. Он нереальный. Он не существует на кухне. Он пустота на кухне. Он пустота на кухне. Вы можете называть его «я ничего не сделала». Вы можете называть его «пустота мужа». Хорошо, вы понимаете? Этот муж, он просто невозможен. Невозможен. Каждая вещь, которую делает ваш муж, она исходит из вас. Все, что ваш муж говорит, все, что ваш муж делает, исходит из вас. Карма. Как доказать, что вы не понимаете буддизм? Назовите его тупым. Это означает, что вы действительно ничего не понимаете в буддизме. Вы не понимаете. Хорошо, готовы? Еще 100 долларовый вопрос. Спасибо за денежки, мамочка. Мамочка, спасибо. Хороший вопрос. Какой вопрос, следующий? Я забыл вопрос. Хорошо, следующий вопрос. Вот он пустота, а он карма. Какой самой лучшей вещью будет сделать на кухне? Нирвана. 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 Где здесь нирвана? На кухне. Где здесь нирвана? Вот такой вопрос. Вот пускай ответит та женщина в белом. Хорошо, повторим вопрос заново. Где нирвана? На этой кухне. Закрой свой рот. 100 долларов. Итак, что такое нирвана? Что это? Милый, я дома. Ты дура. Я устала. Я устала от этого колеса жизни. Это делает меня такой уставшей. Давайте это остановим. Понятно? Вот это нирвана. Если вы не можете контролировать себя, идите в туалет. Если вам нужно кричать, идите в туалет. Откройте дверь. Посмотрите в зеркало. И кричите туда, дура. Понятно? Вот это будет правильно. Продолжение следует.